Всем привет! Вы на канале MyPetsPlanet. В этом видеоролике я расскажу о таких муравьях как Формика сангвиния. Формика сангвиния или кроваво-красный муравей-рабовладелец. Я думаю вы часто могли видеть этих муравьев и их муравейники в парках или лесах. Именно муравьи рода Формика строят огромные муравейники из опавшей хвои и прочего лесного мусора. Сегодня про них и пойдет речь, а начнем с ареала их обитания. Обитают они от Европы до Японии, то есть ареал достаточно обширный. В Европе и в Сибири они обитают в лесах и строят свои муравейники на открытых участках. Сами муравьи среднего размера, рабочие от 6 до 8 мм. Несмотря на то, что солдат у этого вида нет, среди рабочих есть разница. Какие-то рабочие меньше, а какие-то существенно крупнее и ярче. Матки же от 9 до 12 мм. В колониях у этих муравьев полигиния, то есть наличие нескольких маток. Также колонии достаточно большие и это одна из причин, почему их тяжело содержать домашних условиях. Во-первых, такой огромной колонии потребуется большое пространство, то есть много места. Вторая причина это большое потребление пищи. Ну и третье, этим муравьям желательно иметь большую просторную арену с хорошей вентиляцией. Ведь эти муравьи имеют муравьиную кислоту и очень хорошо ей умеют пользоваться. Настолько хорошо, что при защите своего гнезда они способны ей выстреливать из брюшка, тем самым отгонять противника. При закрытой арене муравьи могут просто ей же и задохнуться. Вернемся к тому, почему эти муравьи называются рабовладельцами. Дело в том, что они способны совершать некие рейды на другие муравейники. Чаще всего на муравейники муравьев рода сервеформика. Они забирают их оконы и куколки. Ну а затем в своем гнезде выращивают этих же муравьев. Родившиеся сервеформики думают, что все так и надо и продолжают жить своей жизнью, только уже совсем в другом гнезде. Если вы поймали матку этих муравьев после лета, то вам нужно будет постараться, чтобы поднять ее. К такой матке нужно будет подкинуть 50 или даже 100 штук этих самых коконов муравьев сервеформи. Чтобы родившиеся муравьи полностью обслуживали матку и помогали ей в поднятии своего родного расплода. По завершению могу сказать, что эти муравьи крайне интересны. Они хорошие хищники и являются санитарами леса. На этом все, всем пока, вы были на канале MyPetsPlant. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok